В Московской области спасатель МЧС тестирует электронный измеритель толщины льда. В отличие от предыдущей методики, новый прибор не требует грубой физической силы, а погрешность при его использовании минимальна. Преимущество этой разработки оценил Андрей Алексеенко. Вот таким нехитрым способом сегодня инспекторы измеряют толщину льда. На той же ледовой переправе они бурят каждый 50 метров по лунке. А это огромная трата времени и сил. Как раз в эти дни для МЧС наступает горячая пора. Вот-вот начнет скрываться лед на реках и водохранилищах. Поэтому сейчас спасатели тратят много времени, чтобы не упустить момент. Контролировать таяние льда они планируют с помощью радара. Бурить уже будет не надо, достаточно будет посмотреть на экран этого прибора и уже будет понятна ледовая обстановка состояния. Самое главное состояние льда, что достаточно качественно делает этот прибор. Я могу сказать, что погрешности прибора с нашим замером практически минимальны. Все околеблются в пределах 1-2 сантиметров. Инспекторы удивляются, почему раньше в России не было такого устройства. Ведь работает оно относительно просто. Состоит из двух блоков – антенны и планшетника со специальной программой. Импульсный сигнал генерируется внутри однокристального приема передатчика. Излучается с помощью широкополосных антенн, проходит сквозь лед. И на границе раздела воды-льда и границе раздела воздуха-льда мы видим четкое отражение. И благодаря этому мы можем вычислить толщину льда. Тем временем на экране отображаются две цифры – высота прибора над поверхностью и, собственно, толщина льда. Кроме того, на диаграмме можно увидеть еще и состав льда. Ведь, как говорят специалисты, слой в 10 сантиметров для человека, а для машины в 40, безопасной зимой, весной полностью меняет свои характеристики, становится пористым. Поэтому угодить в ловушку можно в любой момент. Любители подлёдной рыбалки чаще всего становятся жертвами паводков, поскольку ориентируются на глаз и не учитывают коварности весеннего льда. Хотя, по прогнозам синоптиков, паводок начнется уже через пару недель. И если люди не закроют сезон сейчас, то им в лучшем случае придется ждать помощи спасателей на отколовшейся льдине.